Мы с Рабановым и поговорим на тему и Германии, и Евросоюза. Ну а договор Европы с Турцией, вот как вот только не называют. Конец Евросоюза, крах Шенгена или даже сделка Ивека. Пока ни одно из этих определений фактами не поддержано и скорее подходит чуть менее масштабное. Финал эпохи Меркель. Германия явно не готова больше терпеть и лучше упадет в объятие правых, чем согласиться на те понятия терпимости, которые растворяют в потоке мигрантов ее идентичность и финансовое благополучие. А совсем ведь недавно именно эта европейская страна считалась идеальным местом для старта новой жизни. И после распада Союза ее многие выбирали для легальной миграции. Ну вот цитата. По нашим оценкам, до 500 тысяч человек проявляют интерес и готовы уехать на территорию Российской Федерации. Сказано о российских немцах, эмигрировавших некогда в ФРГ. Переселенцев и мигрантов Германии «Единство» Дмитрию Ремпелю. Он с нами на прямой связи по скайпу. Дмитрий, добрый вечер. Как слышно меня? Добрый вечер. Спасибо. Слышу вас хорошо. Ну, вы живете в Кёльне. И там, как представляется, антимигрантские настроения должны быть особенно сильны после той самой заполученной новогодней ночи. Но действительно ли те, кто уехал в Германию из бывшего Союза, теперь готовы оттуда бежать, учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас? Ну, я бы не сказал пока что бежать, но, к сожалению или к счастью, то многие люди рассматривают уже такую возможность и подыскивают себе полигон, куда можно было бы в случае необходимости уехать. Но это связано не только с тем, что сегодня криминальная ситуация стоит достаточно остро, но и с духовно-нравственной проблемой. Ведь не так давно в Германии начались очень серьезные столкновения, касающиеся раннего сексуального образования, которое ввели в обязательном порядке в школах. А для российских немцев, для выходцев из стран бывшего Советского Союза еще и духовность стоит на первом месте. Сейчас же, дальше, когда все продвигается и идет еще и к праворадикальным течениям, которые поднимают силы и набирают обороты, и с другой стороны криминализация, а со стороны беженцев, то ситуация складывается следующим образом, что действительно люди готовы и хотят уезжать. То есть, если я правильно вас понимаю, сейчас Германия не совсем та, какой была в представлениях тех, кто куда ехал, предполагая увидеть те ценности, к которым они ехали, тот уровень жизни и те отношения между людьми. Это на самом деле изменилось или просто ожидания были обмануты? Я думаю, то и другое, потому что сейчас очень сильно мы столкнулись с политикой двойных стандартов, проявлением политики двойных стандартов. Когда нас приглашали в Германию как на историческую родину приехать, мы как российские немцы приняли это приглашение и приехали. Но сейчас, если мы выступаем на демонстрациях, если мы высказываем свое мнение, то нас сразу причисляют к русским, руке Кремля и так далее, и так далее. Дошло уже до того, что нас причислили к экономическим беженцам, что, конечно же, обижает огромное количество российских немцев, которые действительно ехали на свою историческую родину. Поэтому ситуация действительно неоднозначная и достаточно сложная и запутанная. И ожидания, конечно же, наверное, не у всех сбылись. Ну а на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом, что давление оказывается как с правой стороны, так и со стороны криминализации общества в целом. Но, опираясь на ваши последние слова, стало еще и опаснее в Германии? Намного опаснее стало. К сожалению, замалчиваются преступления, особенно преступления, которые совершены беженцами и мигрантами. Я думаю, это связано, конечно, прежде всего с тем, что власти боятся разжигания какой-то межнациональной розни. И то, что все больше и больше будет ситуация, более напряженной будет становиться ситуация. Но, к сожалению, те же самые средства массовой информации в Германии не преподносят это все действительно в том свете, в котором это сейчас происходит. Они стараются замалчивать, либо писать только хорошее о беженцах и о иммигрантах. К сожалению, ситуация складывается вот так. Ну и завершая, Дмитрий, а насколько верна цифра, которую я приводил, что полмиллиона человек рассматривают возможность возвращения в Российскую Федерацию или в какое-либо иное место хотят уехать из Германии? Предпосылки к этому есть, но я хотел бы сказать, что нужна целевая программа возвращения российских немцев плюс законодательная база. Прежде всего, это касается, конечно же, закона реабилитации российских немцев, который на территории Российской Федерации до сих пор не был принят. В случае разработки такой целевой программы действительно такая цифра, но не сразу, а по истечении нескольких 3-4-5 лет может быть достигнута. Прежде всего, рассматриваются места компактного поселения, исторического компактного поселения российских немцев. Это территории Крыма и Павловской республики, это Саратовская и Волгоградская области. То люди действительно готовы уехать. Спасибо, Дмитрий Рембель. Председатель партии переселенцев и мигрантов Германии «Единство» был с нами на прямой связи из Кёльна. Мы возвращаемся к разговору с Олегом Барабановым, Олегом Николаевичем. Но вот еще какой вопрос. То, о чем я говорил несколько минут назад. Турецкая диаспора. Вот как-то почему-то показалось, что Эрдоган может за счет этого договора с Евросоюзом, с Германией, получается, открыть двери для потока своих граждан в Германию и создать там такую уже огромную базу турецкую, что он будет влиять на решение Бундестага. Да, это верно. Но на самом деле турецкая диаспора в Германии, она сильная сейчас. Да, 3 миллиона. 3 миллиона, но, скажем так, российских немцев тоже достаточно много, и цифры могут быть сравнимы. Но российских немцев не видно. А если вы приезжаете в Германию, допустим, во время футбольного матча, или несколько лет назад Германия принимала, я не помню, то ли чемпионат мира, по-моему, чемпионат Европы по футболу. Я как раз был в Берлине. И когда играла сборная Германии, ну так, кое-где висели немецкие флаги по Берлину. А когда играла сборная Турции, то весь Берлин был увешан турецкими флагами. Турецкие, вот эти, представьте, молодежь из диаспоры маршировала по улицам Берлина, кричала, а немцы жались в подвороте. То есть они едины и компактно проживают? Они в Берлине проживают компактно, есть район Нойкёльн, но они распространены по всему городу. То есть здесь сила турецкой диаспоры уже была очень велика. Сплоченность и некий вызов, который они бросали немецкому обществу, был раньше. А теперь, если будет безвизовый въезд, или Эрдоган, по крайней мере, договорится с Меркель, чтобы никаких полицейских репрессий не было в отношении турецкой диаспоры, то всё это пойдёт только по нарастающему.